здравствуйте . здравствуй аспирант савинич вот значит я благодарю за помощь на прошлом вебинаре вот мне был задан вопрос где остались деревья байкалова и не стало ли это мифом выписали эту информацию сад байкалова все все подробно это очень важно надо же кто-то продолжал конце концов продолжает но мало сад байкалов заложил бондаря и баградия но если говорить точнее это если не ошибаюсь бейский район хакасии так и это и это и бондарь и баград можете немного ошибаюсь это хакасии найти легко бондаря сама не было рассказывали вот а в баграде была и видела своими руками абрикосовые деревья вот так вот настоящий ученый и так в аскизе есть посадки его еще в аскизе в каком состоянии неизвестно так как этот старый сад взяли в аренду и собирались его восстанавливать еще не все слово савинич на сортов участке в субботина есть деревья от байкалова это точно они мне их показывала галина николаевна байкова в этом году они кстати очень прилично позвоносили вот так вот и так мы имеем реальный сад ученый научный сад теперь елена владимировна главный агроном шушенского гсу и она пишет мы с еленой владимировны это недавно обсуждали слова савинич деревья эти еще сама байкова садила при жизни самому байкалова вот его фотография живем со своими весами на фотографии он живой грустно кстати во избежание сплетен которые меня преследовали был популярнейший этот самый сайт где прямо это самое именно нет писали правду что байкалов железово ненавидит и несколько при этом добавляли слов типа проходимец и прочее это я проходимец вот но это не конец истории был момент тут уже никуда не балладиваться это как история садоваться я тоже говорю ничего лишнего ни одного слова почему случился примерно это было лет 15 назад 15 случилась страшная история значит а нет и нас не помню нет 15 год балабельнейший в общем лет притягивает примерно южно лет назад случилась страшная беда не у меня ни у кого не было абрикоса вообще ну я запомнил только одно праздничный день и минус 8 минус 10 вот и все все в цвету потом процесс для смеха один абрикосик единственный у меня был вот причем я говорю о культурных растениях чтобы сразу вы поняли вот эти вот манджурцы им сам черт не брал добавали мало урожая но они бывали всегда а культурных черта два и вот друг у меня позвонил его дольче говорит значит варик россии телефон узнал мы никогда не общались зверем вот у вас абрикоса есть я говорю нету нет и водой еще писать нету абрикос я в шоке вот а он потом еще статью на уже сам факт что мне позвонил это было замечательно почему когда я сказал что нету мне кажется его это примирило со мной потому что у него абсолютно пустой сад и у меня абсолютно пустой культурный сад до сверху говорю вот это один такой вот это вот это было но из конец истории мажорный потому что когда вы встретились прямо перед началом конференции международной москве вот мы друг друга мы живем видели в статье печатали оба знали живем в лицу друга а в жизни не встречались мы обнялись и мне кажется только потому что мы оба были на чужбине мы оба были чужаки мы два человека которые привезли тот год а приехали рано потому что рано для абрикос а команда привезти все ценно и мы привезли каждый привез по несколько ну там допустим по пол ведерка абрикосов я срывал полу зеленая не было как голыми руками позориться и он и поставить поставили рядом две одну на всю жизнь проклинаю себя что нельзя вот мы обняли все нас потом разобрали на части то есть подходит дама когда его давай фамилия имя отчество сорта абрикоса на наших глазах раз его вазу вазу такие красивые вазы всего абрикосами и там было написано хакасия иван этот самый лёгий байкала так сорт какой не помню и железов тоже самое вот и эти две вазы простояли а я до самого начала думаю ну как сказать вы знаете когда картину вешает а рядом свет художник и ждет кто-то скажет возня а кто-то скажет ой какая гениальная картина вот это бы а я стою в сторонке и смотрю ни один ученый их было штук 200 ни один не подошел представляете я обращаюсь к Ивану то есть это Александру Сеевичу реплику он среди нас самые авторитетные вот в москве кстати вот ни один не подошел не задал вопросы и не посмотрел в их сторону а мы-то сибири потом где-то прозвучало что железо в низкорсоярского края у меня же питомник красноярском крае красота а красотарский подумаешь удивили вот это было дальше я продолжаю по теме и так бойкова садила при жизни байкала вот его фотография а теперь то что знаю я я тоже что-то знаю и так я сам себя скопировал с моей статьи я кстати так первое два фото деревья разное это урожай 2011 года внимание после 40 градусов зимы урожай 2012 года фото утеряны но он был не меньше вот те два года я следил за ним и так это не моем саду не имея ни малейшего отношения клянусь богом не взял ни одной веточки вот и сейчас я знаю человека который это кстати я же с ним договорился что привезу к нему от этих троих мужиков вот фотографию и они не напомнили и я не свозил он подождет еще получается им не так все надо было ведь когда тускобил он мне звонил он меня спросил где достать где достать черенки байкала их молодежь вот этот максим жалко что он даже не вспомнил мы с этого собирались а я как они появились у меня я включил камеру 6 фильмов снял как пошел и забыл и они забыли ну короче когда ему позвонил этому товарищу так которого зовут иван вот я говорю сорта байкалова то два дерева байкалова живы живы и начал мне рассказывали вот в этом году каждый день из под этих двух деревьев собирал по 2-3 ветра земли собирал вот каждый день то есть прошло столько лет вы получаете ли он сам от вас секретов нет доченька знакомил не знакомил тебя не помню с этим товарищами сидят познакомлю приезжай вот еще не все знаете почему когда я набрал байкалов у меня же огромный огромный архив я нашел статью жанны сервера одна из моих лучших учениц и не просто лучших но самая ну как любознательно она взяла от меня и ивану лет еще и от эта фотография есть у него статья и большая большая статья мне не хватает времени мне не хватает денег чтобы еще заниматься этими делами потому что ну что мне стоит взять эту статью жанны сервера перевести в аудио и включить я допустим вообще эти свои мне что-то чуть ли не 10 этих каналов раз но к сожалению отстаю я от жизни и от этого и лично рада мы вспомнили байкалова а теперь смотрите раз упомнили что садила байкалова я весит покажу а так как я хотел поискал фотографии пока и вот она вторая если считать слева направо вторая вот она темные куртки да и тогда я подумал а представлю я пользуясь случаем удивительных людей когда равны которому нет я считаю в сибири но если есть первый десяток то вот они из первого десятка вот и смотрите как интересно получается основатель один из основателей сырногорского феномена галина николаевна байкова она же многолетний директор шушенская гсу госфортоиспытательной станции так вот она как она помогла именно сырногорску сырногорск давали землю давали участки вот и рванули к ней у нее были великолепные саженцы не вот эта дрянь которая сейчас на рынке которая даже не просыпается а именно тогда они бы а как получилось может быть они были не самые шикарные да вот как в филиппе вот на дальнем филиппе со 100 граммовым абрикосами тотором лучи как и вот эти то-то раз лево лучи коллекция слив и груш как он звучит на все округу включая все эти гсу и все по качеству плодов я говорю вот филипп его это вообще мамонт из мамонтов я уже столько раз о нем говорил и вот получается смотрите основали все это расцвет был самый пошел от галины николаевны так поддержали вот эти ребята вот ну можете еще железова старшего тоже сюда добавить хотя конечно наверное если позже и наконец последнее поколение вот это молодежь сервисы вот и добавим сюда жестовских царство небесное нету уже левицкого царство небесного нету бородите царство небесного нету бодна вот из того поколения уже пока держится вот эти ребята вот такие дела я просто воспользуюсь случаем что были еще раз поклониться галере николаевну господи боже мой кайка какая честь для меня была когда она это сейчас посмотрите как эти выпуститься теми развити какая-то злоба ненависть может потому что у нас результаты есть а посмотрите на гарину николаевну как она меня принимала ну еще несколько минут сказать как она меня принимала сказать первый мой приезд творится ужас все включая ее ее мужа помощника и сотрудника александра включая все они с этими самыми бегают с этими как портилась китайские сливы прямо текли из этого из ящиков уже вот готовы были потечь вот надо заработать денег надо отвезти это на конфетную фабрику я хожу по саду все дальше рассказывать не буду это уже будет сплошные воспоминания вот так мы познакомились да пришло время она курировала сергеем за диплом получал под ее чутким руководством представляете какая прошла тенденция а вот это настоящий ученый так а теперь смотрите тема была сорта байкалов где они еще могут быть могут не быть не упоминаю еще одну тему только потому что там такой принцип я даже боюсь близко поступаться это касается нет волчу давайте тогда говорить уже о другом и так существует гигантские лохотрон то что до сих пор видели это все реально вы видите реальный сад вот у байкалов реальный сад вот эти вот деревья это же его руками выращены были саженцы саженцы посреди какое качество а и Субтитры создавал DimaTorzok